Девушки отдыхают В Библии, в одну из книг Ветхого Завета у пророка Исаии, можно прочитать о высших духовных существах, занимающих первое место в небесной иерархии – Серафимах. Это шестикрылые сущности, которые окружают Бога, являются ближайшими слугами, исполнителями воли Царя Небесного. Вокруг его стояли Серафимы, у каждого из них по шесть крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили «Свят, свят, свят Господь Савалов! Вся земля полна славы Его!» Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Только дважды в своих произведениях Александр Пушкин позволяет себе упоминание имени Серафим. Один раз стихотворение «Пророк», а второй раз Серафим ему называет деятеля церкви, реального митрополита, словно дает ему этим наивысший титул. В 1926 году слово «Серафим» – «Шестикрылый Серафим» – «Пророкия», и вот в 1930 году слово «Серафим» уже отдана личность. Личность, которой Александр Сергеевич Пушкин посвятил стихотворение 1830 года «Часы забав или праздной скуки» московский и коломенский митрополит Филарет Дроздов. В 1896 году митрополит Филарет был прославлен Русской Православной Церковью в Лике Святых. Мы сегодня говорим о диалоге первого поэта России и первого духовного проповедника. Но в конце 20 века среди ученых появились гипотезы, что в творчестве Пушкина зашифрован образ еще одной фигуры, с которой возможного поэта даже была встреча в 1830 году в Болдине – образ Серафима Саровского. То, что Александр Сергеевич знал о существовании Серафима Саровского, ну, просто не подлежит сомнению. Можно считать это фактом. Пушкин Великий, преподобный Серафим Великий, как бы хорошо было бы, чтобы они встретились. И это уже настоящая загадка. Был ли в судьбе Пушкина еще один Серафим – Серафим Саровский? И если они встречались, то почему Пушкин не написал ни одной строчки об этой встрече? Первые упоминания Серафима происходят в стихотворении «Пророк», написанном во время ссылки Александра Сергеевича Пушкина в Михайловское. Как известно, его сослали в Михайловское за то, что он написал в письме, что я беру уроки чистого афинизма у глухого англичанина. Молодой Пушкин – это друзья с речами, от которых подолгу не могут прийти в себя сотрудники тайной полиции. Это вольнолюбивые размышления и стихи. Это масонство и тайные общества. Подозрительные союзы. Это угроза ссылки на Соловки. И в то же время Пушкина – это поездки в детстве в Савино-Сторожевский монастырь, неподалеку от которого жила семья будущего великого поэта. Это первая дошедшая до нас поэма Пушкина, она называлась «Монах». Это стихотворение «Безверие», которое Пушкин прочитал на выпускном экзамене в лицеем, где сокрушался о людях, которые в своем сердце не имеют Бога. Но Пушкин не только знает об этих своих крайностях, он отчетливо понимает их природу. Ведь как написано «Пророк»? Ну вот говорят, это рассуждение о творчестве, о поэте. И в том, о творчестве ничего нет, если читать буквально. О поэте ничего нет. Это разговор о главном типе познания с религиозной точки зрения, о непосредственном откровении Бога-человека. «Духовный жаждаю Томим в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился». «Духовный жаждаю Томим». Вот жажда была. Вот за жажду он получил воздаяние. Вместе с перерождением у поэта происходит принципиальная перемена его отношения к слову. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом». И никак иначе. Слово может изменить мир. За Слово нужно отвечать. Причем отвечать перед Богом. В «Пророке» Кушкин дает не только описание своего перерождения, но и код того, как теперь его и его речи должен воспринимать читатель. А одно личное у меня чисто ощущение. Допустим, поскольку у него и празднословие встречается всего дважды и всегда под делом в том же пророке, и вырвал грешный мой язык и празднословный, и лукавый. А потом в молитве Ефрема Сириной, которая входит в пасхальный цикл последних 36-го года. «А празднословие не дай душам моей». Тоже раздвинуто, но очень точно. Пушкина просто нельзя читать празднословно. Не потому, что он какой-нибудь утаенный, закреченный и так далее, а просто у нас празднословие – это в уме. А у него, раз он это в молитвы впустил, и осознавал это, как грех большой. Что ты значишь, скучный шепот? Укоризна или ропот мной утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Хочешь, я понять тебя хочу. Смысла я в тебе ищу. В Михайловском Пушкин действительно перерождается. Праздные слова называет грехом. О своем юношеском увлечении атеизмом говорит как осуждение легкомысленным, требующим всякого порицания. От увлечения атеизмом переходит к усиленному изучению Библии. Проходит всего два года, и Пушкин чувствует, что его будто что-то толкнуло назад. Александр Сергеевич в день своего 29-летия пишет о пустом сердце, праздном уме, тоске, отсутствии цели и смысла жизни. Дар напрасный, дар случайной жизни зачем ты мне дана и зачем судьбой тайны даны кайдной причины. Цели нет передо мной, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум. Любимая дочь полководца Кутузова, хозяйка литературного салона Елизавета Михайловна Хитрово, бесконечно очарованная Пушкиным, дружески ему преданная, знакомит с этими стихами митрополита московского и коломенского Филарета. Для митрополита стихи отчаявшегося человека о напрасной жизни крамольные слова и проявление уныния. Это противоречит воле Бога. Филарет понимает масштаб личности, написавший эти строчки. Но ему надо выбрать оптимальную форму, чтобы направить заблудшую душу. Святитель Филарет познакомился с этими стихами Пушкина, а он сам писал стихи. И написал стихотворение, которое переиначивало текст Пушкина. Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем-то мне дана. Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана. И заканчивал он это стихотворение, как он его заканчивал. Вспомнись мне, забвенный мною, Просияй сквозь сумрак дом и созиждется тобою, сердце чисто светил ум. Прекрасные стихи. И Елизавета Михайловна Хитровой передала эти стихи Пушкину. Для того, чтобы переосмыслить ситуацию и свое отношение к этому миру, Пушкину требуется время. Примерно полтора года. Ответ Филарету – это ответ смиренного человека. Поэт пишет его 19 января 1830 года в праздник Крещения. Он отвечает уже по святителю Филарету совершенно серьезно, вспоминая пророка, говоря, что снова он слышит голос Бога. И этот Елей возрождает его к жизни. То есть возвращает на тот путь к свету, которым он шел. Я лил потоки слез нежданных, и раном совести моей твоих речей благоуханных отраден чистый был Елей. Благодаря строчке о благоуханных речах Филарета можно предположить, что такое общение Пушкина и святительно состоялось в день написания стихотворения. И оно было близким, личным. Ну, тогда я обратил внимание, что черные монеты очень насчет щепетильны, насчет аксессуаров. То есть то, что разрешено, уже должно быть лучшего качества. Зонтик или тросточка там. Это... Они имеют право как бы погулять, ну, погрешить в эту сторону. Каким у него был набор туалетных вод. Такие очаровательные были парфюмы, что я понял, у него же борода, он же душится, уже троих рада целуется. И вдруг я понял, что написано у Пушкина, вот, твоих речей благоуханных, отраден чистый был Елей. Это вот очень похоже на тесный контакт с пастырем. И то, что может себе позволить монах. Он должен быть чистым, должен хорошо пахнуть. И то, что... В чем его... Не будет большого греха, скажем так. В хорошей туалетной воде. В новом стихотворении Пушкин описывает состояние человека, который услышал слово пастыря во время службы или в личном общении, растрогался и обрел духовную опору. Возможно, Пушкин пишет эти строчки, возвращаясь из храма, где служил или проповедовал Филарет. И произносит слово Серафим второй раз в своем творчестве. Называет Филарета Серафимом. И ныне, с высоты духовной, мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа полима отвергла мрак земных сует. И внемлет Арфи Серафима в священном ужасе поэт. Нет никаких фактов, никаких доказательств тому, что у Филарета Московского и Пушкина было личное общение. Специалисты ищут подтверждение своим догадкам. И Пушкин, и митрополит Филарет посещали вечера в доме попечителя Московского учебного округа, который возглавлял и Московский цензурный комитет, я говорю о князе Сергея Михайловича Голицына. И вы знаете, ведь первоначально предполагалось, что Пушкин будет венчаться с Натальей Николаевной в домовой церкви князя Голицына. Но, как пишет один из знакомых Пушкина-Булгаков, Филарет не разрешил, и такая реплика в письме, видимо, в домовых не венчает. Возможно, Пушкин обсуждал этот вопрос с самим митрополитом Филаретом. И в этом же 1830 году поэт впервые приезжает в Болдино. Его цель заложить в опекунский совет часть родового имения для получения денег, необходимых для предстоящей свадьбы с Натальей Гончаровой. Но очень скоро после его отъезда в Москве вспыхивает эпидемия холеры. У нас в окрестностях холера Морбус. Очень миленькая особа. Пушкин переживает, потому что его невеста, его близкие и друзья сейчас в Москве. Им угрожает опасность. А вернуться он не может из-за выставленных на подъезде к первой престольной кордону. Отсюда до Москвы устроено 5 карантинов. И в каждом из них мне придется провести две недели. По причине холеры в город нельзя ни въехать, ни выехать из него без специального разрешения. Будь проклят сейчас, когда я решился расстаться с вами, чтобы ехать в эту чудную страну грязи, чумы и пожаров. И остается всего несколько дней до появления основания у легенды, что именно в это время у Александра Пушкина состоялась встреча с Серафимом Саровским. В 1916 году философ Николай Бердяев в трактате «Смысл творчества» написал об одной исторической ни встрече, ни соединении, ни совпадении двух судеб. В начале 19 века жил величайший русский гений Пушкин и величайший русский святой Серафим Саровский. Пушкин и святой Серафим жили в разных мирах, не знали друг друга, никогда ни в чем не соприкасались. Для Бердяева было очевидным, что пути этих двух людей не пересекались. Почти восемь десятилетий в среде пушкинистов, литературоведов, поклонников поэта копился и нарастал внутренний протест. Как же так? Было бы логичным, чтобы человек, олицетворяющий духовную вершину 19 века, встретил великого поэта, представляющего вершину культурную. А вдруг эта встреча все-таки состоялась? Просто ее никто не зафиксировал. Ну вот, представьте себе, Болдинская осень, Пушкин в Болдином, а любимая Наталья Николаевна в Москве, где уже тоже свирепствует холера. Кругом кордоны, карантин. Он не может к ней попасть. Он пишет ей, наверное, наша свадьба, все убегает от меня. Будь проклят тот час, в который я решился вас оставить. Мой ангел, одна только ваша любовь препятствует мне повеситься на воротах моего печального замка. И в этот момент ему приходит письмо от отца, который говорит, что твоя свадьба расстраивается. Ну, естественно, Александр Сергеевич срывается, пытается прорваться в Москву, доезжает до какого-то очередного кордона, его разворачивает. А потом, потом появляется пара дней, про которые ни один исследователь не может сказать, где точно находился паэт. вдруг он узнает, что есть человек, которому огромное количество людей идет на исповеди, в том числе людей его круга, его сословия. И он старший в своем округе по, скажем так, карантину. Он должен объяснять людям, объяснять мужикам, крестьянам, какие меры предосторожности нужно принимать, чтобы остановить эпидемию. Он ездит по воскресеньям, по храмам, и, как он говорит, читает проповеди на эту тему, то, естественно, он должен был узнать о том, что здесь в этот момент принимает людей и утешает Серафим Саровский. А состояние его, оно было настолько тяжелым, когда он приезжал в Болдино, что оно, как бы, ну, само собой располагало человека искать утешения, искать отрады. Где он был, неизвестно. А по возвращении в Болдино случается та самая легендарная Болдинская осень. Невероятный творческий прорыв в жизни Пушкина. Повести Белкина. Маленькие трагедии. Домик в Коломне. Сказка о попе и работнике в Убалде. Неимоверное количество стихов и финал Евгения Онегина. Казалось, пребывая три месяца в разлуке с невестой, вынужденном отчуждении от столичной жизни, Александр Сергеевич должен нервничать, суетиться, искать выход. А он, напротив, находится в каком-то особом состоянии духа, которое позволяет рождать шедевр за шедевром. Безумных лет угасшее веселье мне тяжело, как смутное похмелье. Но, как вино, печаль минувших дней в моей душе чем старе, тем сильнее. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе грядущего волнуемое море. Отголоски возможной встречи Пушкина с Серафимом Саровским нашлись позже. Например, этот рисунок «Монах в келье», который он делает в 1836 году вслед за стихотворением «Отцы пустынники» и «Жена непорочна». Рисунок не подписан, но именно таким в белом балахоне и черной полумантии батюшка Серафим предстоит во многих воспоминаниях. Преподобный шил ее себе из кожи для молитв в лесу или земляной пещере. Похожий образ можно прочитать в стихотворении «Чудный сон мне Бог послал», где лирический герой получает сообщение о скорой смерти от старца с длинной белой бородою и в белой резе. «Будь покоен, скоро, скоро удостоен будешь царствия небес, скоро странствую земному твоему придет конец, уж готовит ангел смерти для тебя святой венец». Совпадало с воспоминаниями о старце Серафиме нарисованное поэтом келье со сводчатым, расчлененным на шесть частей окном. На полях рукописи был изображен старец, молящийся на камне, что, собственно, дает нам основания утверждать, что Александр Сергеевич встречался с преподобным Серафимом Саровским и что, конечно, в дальнейшем повлияло на его духовное становление. И, конечно, завершающийся земной путь Александра Сергеевича по свидетельству священника из Конюшенной церкви в Петербурге, который говорит о том, что если бы все так исповедовались и каялись перед смертью, то все были бы святыми. То есть вот таковое становление духовное развитие Александра Сергеевича, конечно, получило импульс и здесь, находясь на Нижегородчине, в Болдине, и прикосновение к подвигу преподобного Серафима Саровского. Отцы-пустынники и жены непорочные, чтоб сердцем возлетать во области заочные, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Отцы-пустынники и жены непорочны – стихотворение из Каменно-Островского цикла. Это духовный цикл верующего человека, в котором каждое произведение соответствует до дню Страстной Седмицы, предшествующей празднику Пасхи. В последние годы жизни Пушкина в его творчестве происходят знаковые перемены. Он читает «Жития святых». Он делает выписки из церковной литературы. Он участвует в создании словаря «Святых, прославленных Российской Церковью» и переводит на современный ему язык «Житие» Савы Старожевского. Возможно, у него в планах был большой проект, связанный с описанием Савина Старожевского монастыря и святого, который там пребывал. Конечно же, очень странно, что Пушкин, который открыто обсуждал с близкими и дальними знакомыми достоинства, недостатки своих возлюбленных, превращал в произведение искусства малейшее движение души и сердца, а темы, которые прежде считались закрытыми, интимными, сделал достояние общества и ничего не написал о такой знаковой встрече. Преподобные Серафим и Пушкин – это не просто люди. Как люди, они могли встретиться. Это был бы факт их биографии. Нет. Сейчас, спустя два века, совершенно очевидно, что это две личности, на котором сфокусировалась судьба России, ее духовный путь. Это не два человека бы встретились. Это должны были встретиться два мира. Это был бы величайший прорыв русской культуры. И вы бы об этом знали. Мы бы знали не потому, что вот Пушкин проехал из Волгина через Ардзамас, а потому что у нас бы все перевернулось, в нашей культуре бы все перевернулось. Но не хочу у други умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслаждения меж горести и забот и треволнения. Порой опять гармонии упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь. И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкой прощанием. Есть встречи, которые происходят в реальности. Есть встречи, которые происходят во сне или в мечтах. А встреча Александра Сергеевича Пушкина и Серафима Саровского произошла в наших сердцах. И нашим сердцам хочется думать, что Пушкин потому об этом ничего не написал, что эта встреча была чем-то самым знаковым, самым важным, самым личным, тем, что даже гения оставляют не для читателей, а только для себя. Стихотворение «Чудный сон мне Бог послал» поэт, возможно, написал тоже только для себя. Русские читатели познакомились с этими строчками только через 46 лет после смерти поэта. И были поражены монологом, который грешный земной человек направляет Богу. Здесь уже не просто предчувствие смерти, но предчувствие того, что будет после и евангельское моление о чаше. Да будет воля Твоя, Господи, а не моя. Пушкин погибает на дуэли в 37 лет. Перед своими последними словами «жизнь кончена» и «тяжело дышать» давит, он успел исповедаться и причаститься, попрощаться, попросить прощения. Современники вспоминают об удивительном, новом, чистом лице поэта, которое проявилось в первую минуту смерти, когда все земное оставило его. Субтитры создавал DimaTorzok